Когда вы меня пытаетесь обвинить, что я там как-то не так к женщинам отношусь, не так относятся все мужчины мира. Все мужчины. Вас до сих пор обманывают. Когда говорят, что любят, вам лгут все мужчины мира. Всегда лгут. Я один вам говорю правду на всю планету. Все мужчины вас ненавидят, женщины. Ненавидят вас. Потому что вы мешаете развиваться мужчине. Когда он хочет вас, вас нет. Он вас покупает. Своим положением, деньгами, страхом вашим остаться одной. Остаться с ребенком. То это все мужчины мира, все преступления в мире совершаются из-за женщин. Все. А как вы думаете, жена, она счастлива с вами? Нет, несчастная. Какое счастье? Я же ее игнорирую. Мне некогда ее заниматься. Все ее привычки дурацкие. 30 лет в голове эта дурацкая фраза. Сапоги шуб, сапоги шуб. Все, что интересует. Сапоги шуб, сапоги шуб. Уже 100 пар сапог у нее и 20 шуб, и все одно и то же. Еще что-нибудь. Я говорю, открой Пушкина сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о рыбаке и рыбке. Вот ваше участие женщины. Вам одно кольцо, еще одно, еще одно. На всех пальцах поставить. На ногах, на руках, все. Здесь навешайте, везде. Косметика, все, выложите. Мало, мало. Никогда ни одна женщина не скажет, хватит. Никогда. Хоть в постели, хоть за столом, хоть в магазин. Еще, еще, еще. И вы уничтожаете. И сегодня начинаются из-за вас. Все, все. И конфликт. Пошел не в тех отношениях. Давайте познакомимся поближе. Давайте еще в день. Пойдем в Пурчинский музей. Скорем Петюковскую галерею. Там, что-то я куплю. Не все и конец. Я бросаю работу и хожу около Киры. Около Дьёх хожу. Туда, сюда. Нет. Кажется, на виду мы все с тем другие. Как можете понять? Резкость родительства человека в обществе и дома. Это совершенно два разных человека. Дома это сатрам, это негодяй. А на людях все хорошие. Тихие, культурные. Ну, какие они просто, ну, паиньки. И это не холостяка, а комплекс. Таким должен быть человек. Нормальный человек должен жить один. Когда колхоз, когда это бегло, дети, жена, родственники. Кому надо, когда нас погубило? Вы стонете с временем, что-то рассказываете. Женщины? Поплохие попадались. Еще не попадались? У меня всего одна. И далеко от меня живет. Я ее и тещу выдержал только три года, не больше. Теща, это страшно. Как и я, понимал свекровь. Я понимаю, что ей тоже было тяжело с матерью и мужем. Ну, и поэтому жить раздельно. Раздельно. Раздельно всем. Из-за этого все проблемы. То есть на расстоянии родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. А если вместе в одну квартиру, то дурдом. Вспоминаю, Вера. Так-так, мы спим на такте, да? Я у жены жил. И узко спать. Ну, что, ворочаешься невозможно. Давай расширим немножко. Что, сдвинем, а там что-то положим. Сейчас с меня сбежал, сюда давать совет. Значит, мне нужны все. Здесь пришел. Давайте вылезть вот так. Вот сюда. Вот туда. Ну, что делать? Я хочу переодеться. Дверь закрыл, блядь. Теща ходит злая. Чего он двери закрывает? Ну, что, должен переодеваться? Ну, дикость такая. Ну, дикость. Ну, что за жизнь-то? Это же что они делают? Загнали их всех. Эти же уничтожаются. На 10 лет живут меньше. И на 10 миллионов меньше мужчин в России. Русские, российские женщины загнали в могилу 10 миллионов мужчин. Этого Гитлер не сделал. Этого Ельцин не сделал. Дома вы загонять. Дома вы чуть-чуть-чуть-чуть. И так сделал. Туда пошел. Мало денег. Не то одел. Не тот костюм. Не тот цвет. Куби. Продай. Сходи. Где? Сапоги. Косметика. Завезли. Не завезли. Моды. Театр. И пошло. И поехало. И пошло. И они всех погубили. Тесть умер. Теща жива. Да. Все. Все сдохнут. Они будут жить. И моя жена, и теща. И все будут жить. А все мужики на кладбище. На кладбище. На кладбище. А все по-хорошему. Интериентная семья. Все хорошо. Но она действия наживала, моя теща. Дурень каждый день пять раз. Дурень. Ты дурень. Ты дурень. А так он капитан первого раунда. Все. Под козырек. Все. Ну дома-то я слышал, как это называют. Дурень. 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 Это любой с ума сойдет. Никак. Попробуй, как назови ее. Никак называют. Все. Близко нет даже. Одна, значит, что-то там не так сказала. Я взял лыжную палку, как долбанул по полу. Она обиделась. А что обижаться-то? Ну не стойте около меня. Вы видите, я не хочу вас слышать и видеть. Трехкомнатная квартира уже. Уже не теща. Все. Все равно вот она бубнить, бубнить, бубнить. Даже голос возражает. Как можно громко разговаривать? Женщины громко разговаривают. Но нельзя. Должна быть ниже на тон мужчина обязательно. Обязательно ниже. Она громко все. И долго. И смотрит на человека, она не понимает, что он уже не хочет слышать ее. Она продолжает говорить, говорить. Вот что самое страшное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok